Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных в понедельник с открытия новой торговой пятидневки, мы, друзья, вместе разбираем основной фундамент, сложившийся на финансовых рынках. Ну, в данном случае, раз нам приходится разбирать фундамент последнего дня, мы говорим преимущественно о торговой сессии пятницы. Ну и, конечно же, поскольку все-таки понедельник имеет смысл сразу же обозначить какие-нибудь важные, какие фундаментальные посылы, которые мы продолжим с вами обсуждать в рамках этой недели, готовиться к конкретным дням и, соответственно, событиям. Неделя для кого-то может показаться довольно скромной, потому что не так уж и много стоящих релизов, на которые стоит обратить внимание, но, с другой стороны, друзья, у нас впереди голосование в Палате общины Англии. Это дата 15 января, то есть это вторник, завтрашний день. Пока что с даты ничего не поменялось, Тереза Мэйхи не вносила, опять же, коррективы в то, что можно было бы снова сместить это голосование. Мы ориентируемся на вторник, ждем этот день. Завтра я с большим удовольствием вас всех приглашаю на брифинг. Безусловно, друзья, не пропустите. Попробуем посмотреть, как меняются настроения в преддверии, опять же, такого знакового события. Я думаю, что слухов будет очень много. Наверняка в пятницу могли заметить, как британская валюта начала активно ходить. Опять же, рост больше, чем на 100 пунктов, якобы на предоставленных европейским союзам, гарантии относительно бэкстопа границы Северной Ирландии. Потом, в частности, эти слухи развенчались. Появились даже данные, ну, я тоже бы отнес категорию слухов о том, что снова голосование может быть перенесено. Ну, это влияло на настроение, друзья, и на ту влокность, которую в итоге мы видели. Фунт до сих пор не определился с тем направлением, которое станет для него приоритетным дальше. Я надеюсь, что, в отличие от британца, вы уже это сделали. То есть, вы знаете, как действовать. Ну, возможно, знать до конца, безусловно, нельзя, друзья. Но мы стараемся с учетом того фундамента, который сложился, спрогнозировать, определить то вероятностное, наиболее вероятное движение, которое должно пойти по британцу. Еще раз повторяюсь, я не любец. Я жду то, что фунт ослабнет. Текущие котировки выше, чем мы в среднем видели в рамках прошлой недели. Если практически до пятницы мы тортались вокруг уровня лет 27.50, то сейчас фактически у нас на 100 фунтов повыше. Это британец, 1.2846. Ну, возможно, друзья, для тех из вас, кто все-таки еще мешкает, ждет, не знает, в какой категории трейдеров отнести себя к тем, кто готов рисковать, либо тем, кто уже работает по факту. Друзья, надо определяться, уже завтра произойдет это мощнейшее движение, если, конечно же, ничто не произойдет, не случится в плане корректировки каких-то дат по факту этого события. Ну, я думаю, что, наверное, уже ничего не случится. Завтра мы ждем это голосование, завтра ждем движение британца. И я буду всячески визуализировать отработку именно той идеи, которую мне хотелось бы сейчас увидеть как реализацию задуманного именно движения британца вниз. Может быть, кто-то из вас, друзья, услышал все мои вербальные посылы и присоединился ко мне. Я этому очень рад. Чем больше, друзья, тем лучше. Может быть, нам удастся двинуть актив в том направлении, в котором, условно, нужно. Чуточку давайте вернемся к слежанию экономического календаря. Сегодня день, традиционный понедельник, вялые торги. Хотя, учитывая то, что я только что сказал, уверен, что торги будут не совсем традиционно вялыми для понедельника, потому что сегодня за день, безусловно, до голосования новостной фон начнет меняться. Но выделить из именно календаря что-то стоящее, наверное, даже нет возможности. Если вас по-прежнему интересует статистика по еврозоне, если вы сомневаетесь в том, что там все плохо, сегодня можете посмотреть на динамику промышленного производства в 13.00 по московскому времени. Завтра, как я уже отметил, Brexit. В четверг нас ждет отчет по инфляции в рамках еврозоны. Тоже важный показатель, потому что на основании инфляции мы с вами делаем выводы о том, что будет происходить с монетарной политикой Европейского центрального банка. И в пятницу, друзья, у нас потенциальный мощный катализатор для движения канадца. С некоторых пор мы снова торгуем канадским долларом. Я позволил ему реабилитироваться, снова заработать нам, друзья, после тех потерь, которые вынужденно понесли в конце, собственно, прошлого года на не совсем правильном прогнозе. Возможно, даже правильные оценки того фундамента, который сложился. Но я надеюсь, вы меня особо не критикуете, потому что было не так уж и просто четко определить, какой катализатор для канадца является определяющим нефть, либо все-таки статистика, влияющая на повышение процентной статуры. Сейчас мы видим то, что нефть все-таки преобладает. Нефть влияет на канадца, нефть поддерживала канадца в последние, собственно, недели. И пара доллар-канадец очень лихо скорректировались с локального максимума. Сейчас мы наблюдаем не на тех уровнях минимальных, на которых выделили, если посредине прошлой недели. Тогда минимум был сфиксирован 1,3178. Сейчас мы фактически на 100 фунтов повыше. Но я лично не теряю надежду, друзья, на то, что рост котировок нефти, который, на мой взгляд, является и остается в приоритетном направлении, окажет поддержку канадцев дальше. И если даже нефтянка в рамках этой недели будет демонстрировать вялую динамику, я возлагаю надеждой на пятничный релиз по инфляции. И надеюсь, что не нужно вам, опять же, рассказывать, как этот отчет влияет на динамику канадца. Мы не раз убеждались в том, что эта статистика приводит к движению пары доллар-канадец меньше, чем на 100 пунктов. Поэтому сейчас мы, конечно же, будем ждать то, как рынок переживет голосование в полоте общин во вторник. После этого нам придется выбирать для себя новые маяки и ориентиры. И я считаю, что будет очень неплохим десертом, скажем так, в закрытии недели поработать со статистикой по Канаде и поставить на то, что эта статистика снова поддержит канадский доллар, еще больше поддержит по способству тому, что в целом пары доллар-канадец убьет ниже отметки 1.32, и станет еще ближе к той цели, друзья, которую мы поставили, я уж точно, это в районе поддержки 1.30. И уверен, что-то подсказывает мне, что в этот раз удача будет на нашей стороне. Ну а теперь, друзья, давайте чуть подробнее по основным инструментам. Нефтянка 59.84, да, это ниже, чем локальный максимум прошлой недели. Пятница закрылась снижением. Ну, если вас интересует, что легло в основу такой динамики, только лишь технические факторы. Я не вижу каких-то серьезных фундаментальных предпосылок. Ну, разве что отчет Бейки Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Их число сократилось на 4 единицы с 877 до 873. Но, к примеру, в этой неделе ничего не стоит, чтобы вернуть вот на этот отчет и общий динамик увеличения количества нефтедобывающих платформ США снова кровь. Поэтому я не связываю именно распродажи пятницы с этим фундаментальным отчетом. Считаю, что просто трейдеры пофиксились после того затяжного ралли, которое стало, ну, фактически, друзья, позвольте мне сказать, рекордным и историческим. Да, там не супер исторический прецедент, но то, что мы видели по числу дневок роста бренда WTI, это максимум, там, за 10 или 11 лет, я по-моему, по бренду для WTI, там, за 7 или за 8 лет, все равно это тянет на такие локальные временные рекорды. Техника, именно коррекция перед субботой, перед выходными, перед закрытием недельных торгов, это более чем логично. Поэтому, с учетом того, что произошло снижение и сейчас, в принципе, мы видим то, что на азиатских торгах нефть остается под давлением после того, как вышли не самые радужные данные по Китаю, я, опять же, не связываю это с тем, что мы наблюдаем сейчас возобновление прежнего нисходящего тренда и постепенный откат котировок к тем донным уровням, которые мы видели. Уверен, что потенциал подкосочного роста еще не исчерпан, и даже до конца этой недели котировки, собственно, еще покажут рост, в частности, на рынке будут развивать покупатели. Напоминаю, что есть у нас три весомых сейчас катализатора локальных, которые мы отыгрываем, это оптимизм в отношении торговых между США и Китаем, это, собственно, статистика по запасам нефти США, которую ни в коем случае не нужно сейчас недооценивать. Это общее улучшение, в принципе, рыночных настроений и комментарии представителей ближневосточного картеля, планы, намерения их все-таки и дальше соответствовать обязательствам по снижению добычи, может быть, даже частью перевыполнять нормы. Этого фона пока что достаточно, чтобы мы не отказывались от крокосочных покупок, друзья. Есть еще порох в пороховницах, скажем так, для роста котировок бренда. Я жду, как и раньше, в районе 65 долларов за баррель. Вот после того, как эту цель сделаем, я думаю, что можно будет уже снова присматриваться к развороту затяжному, такому решительному, к тому, чтобы котировки оказались впоследствии ниже. Если вы считаете, что возврат к прежнему нисходящему тренду уже пошел, ну, остается только пожелать вам удачи, друзья. Может быть, вы обладаете большей информацией. Рубль 66.89. Напоминаю, что уже завтра стартует покупки Минфином, собственно, валюты на рынке долгое время Минфин бездействовал, не провоцировал рост волатильности и дополнительное давление на курс рубля. Сейчас, в принципе, валюты уже снова начнут закупать. Напомню, что в прошлый раз как раз на активных покупках рубль-то и просил таких основных конкурентов. Я допускаю, что эту неделю, друзья, мы уже завершим снова в районе там 67.5-68. Посмотрим, как будет на самом деле. Ну, сейчас против рубля, если вас не устраивает позиция активности Минфина, локально действует еще и не тянет. Поэтому сегодня мы, безусловно, ждем открытия рубля с ослаблением, потому что снижение рынка нефти пришлось уже на период, когда торги на МОЗБ были закрыты. Соответственно, сегодня с открытия в 10.00, фактически через, можно сказать, несколько минут, друзья, смотрим за рублем и наблюдаем, как логическим образом фундамент и тот новостной фонд, который я только что обрисовал, окажет давление на костно-национальные валютные инструменты. Доллар-гена, американская валюта снижается, 108.10. Ждем и, скажем, ориентируемся на еще больше спада доллара. Причин для, собственно, ослабления американца, их очень много. Ну, в данном случае можно сказать, что это отголоски риторики педрезерва, это то, что бьет непосредственно по курсу доллара. И также можно отметить еще продолжающийся шатдаун, который стал уже рекордным за всю историю существования госучреждений, скажем, США. Это фонд, который повышает спорственно-защитные активы. В данном случае, как вы прекрасно понимаете, в дуэте доллар-гена с защитными свойствами куда более выраженными обладает именно японская валюта. Что касается риторики педрезерва, то на прошлой неделе мы разбирали с вами протоколы последнего заседания ФРС, когда ставка была поднята по итогам года четвертый раз. Но высмотрели, и я думаю, что не нужно было даже стараться, чтобы увидеть это, что ряд чиновников педрезерва в принципе уже намекнули, либо даже дали однозначное осуждение о том, что будут рекомендовать со своим коллегам в ходе следующего заседания все-таки не торопиться с дальнейшим источением монетарной политики, потому что очень сильно ухудшилась экономическая конъюнтура. И спустя, опять же, день после этого точно такую же позицию подтвердил и Джером Пауэлл. Несмотря на еще один акцент во сторону независимости института и то, что на решение Джерома Пауэлл никак не влияет позиция Трампа, все-таки председатель американского регулятора предпочел занять сейчас выжидательную позицию. Мы не говорим теперь об агрессивных темпах ужесточения политики, которые будут соизмеримы с тем, что мы видели в 2018 году. Мы сейчас говорим о том, что ФРС также стал очень чутким к тому, что происходит на рынках, и признал, что все эти риски, которые раньше как-то шли по боку, может быть, недооценивались и предполагалось, что они не окажут серьезного влияния на американскую экономику, все-таки оказали это влияние. И сейчас позиция ФРС стала уже менее агрессивной по нормализации денежно-кредитной политики. Что касается шатдауна, друзья, то разговоров по этому событию и происшествию очень много. Кто-то считает то, что это причина, из-за которой американская экономика очень сильно потеряет. Я все-таки признаю то, что шатдаун оказывает влияние сейчас на повышенный спрос на защиту инструмента. Может быть, сам факт того, что это самый продолжительный за всю историю, тоже сигнал того, что, опять же, правительство американской экономики все же не сможет обеспечить стабильный темп экономического роста вблизи целевого ориентира в 3%. Но объективности ради я хочу отметить, что текущий шатдан, кстати, очень сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2013 году. Сейчас лишь незначительная часть госучреждений не функционирует. Если кто-то поставит на тот факт, что раз госучреждения не работают, соответственно, госслужащие отправлены вынуждены на отпуск, они не получают заработные платы. Это сказывается на настроениях, на активности потребителей и на укладе в темпы экономического роста экономики. Это правильно с точки зрения таких логических рассуждений. Но напомню, друзья, то, что в 2013 году ситуация была похожа, и после того, как всё-таки шатдаун был завершён, правительство выплатило заработные платы. И сейчас мы видим то, что администрация всё-таки даёт положительные прогнозы о том, что деньги госслужащими будут получены. Что касается влияния на темпы экономического роста, я сейчас не берусь взять и оценить, к какому ущербу приведёт то, что сейчас происходит. Но есть оценки объективных ведомств о том, что сейчас американская экономика потеряет по миллиарду в неделю. Но согласитесь, это просто капля в море. И если эти цифры, эти жалкие миллиарды сейчас попробовать спрофицировать на темпы экономического роста, то, может быть, даже экономика США не потеряет и 0,03% по проценту. Это ничтожный показатель. Но я признаю также тот факт, что очень невольно произошло это. Мы видим то, что и до шатдауна уже обсуждались неоднократные риски того, что американская экономика, может быть, утратила импульс экономического расширения, да и опасения за перспективы её роста существенно возросли. Всё вот одно на другое наложилось сейчас. И в данном случае мы видим то, что видим, что творится с долларом. Доллар выношенно теряет. Мы признали то, что его пока что лучше не рассматривать с точки зрения покупок. Друзья, надеюсь, что вы прислушались к моей рекомендации и сохраняете, собственно, короткие позиции. Уверен то, что пара сможет добраться, ну, как минимум до 107, может быть, даже, кажется, ещё ниже. И снова хочу обратить ваше внимание, друзья, раз мы так много говорили про Brexit, про то, что завтра нас, возможно, ожидает старт, начало процедуры жёсткого Brexit. Соответственно, это ещё один фактор, из-за которого может возрасти спрос на защитный инструмент. Ещё одна причина, по которой американская валюта, скорее всего, просядет. По евро европейская валюта сейчас снижается. Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, это, я думаю, новость уже известная всем. Это угроза США наложить сансы на немецкие компании в случае поддержки Северного потока-2. Соответственно, это ещё и опасения за состояние торгового баланса, за опасения в связи со слабыми макроэкономическими данными, которые уже стали причиной прогноза наступления технической рецессии. Мы об этом говорили на прошлой неделе. Рецессия, которая может витаминовать завершение девятилетнего периода роста немецкой экономики. Может быть, участники рынка снова помните, почему Европейский центральный банк будет проводить мягкую экономическую политику. Ну, видите, рисков достаточно много. Я надеюсь, что вы про них не забывали. Для евро. Евро рос на прошлой неделе. Мы даже заработали на этом постановлении только потому, что очень активно снижался курс доллара. Но на прошлой неделе мы с вами говорили, рассуждали только о гипотетическом риске в виде Brexit. Сейчас этот риск уже фактически на пороге. Поэтому даже несмотря на то, что я отметил, что американская валюта будет активно терять, я бы не рекомендовал сейчас ставить на рост евро. Потому что в случае жесткого Brexit европейская валюта потеряет также сильно. Ну, может быть, не так, конечно же. Но в сопоставимых, опять же, масштабах, как и британская валюта. Поэтому будьте длительны. Сейчас, если нет в вашем торговом арсенале пары евро-доллар, то есть европейская валюта вообще не лезьте в рынок, поспекулируйтесь только фунтом. Если все-таки есть позиции и эти позиции направлены на покупку, то возможно, целесообразно сейчас все-таки из них выйти и также занять выжидательную позицию, но как минимум до среды. Фунт против доллара уже мы поговорили о том, что котировки сейчас 1,2846. Мы ждем все-таки провала Терезы Мэй на голосование в палате общин. Признаков и причин рассуждать и прогнозировать именно такой исход очень много. В частности, о том, что все пойдет по сценарию сделки, точнее Brexit без сделки. Об этом говорят и комментарии главы Еврогруппы Юнкера. Об этом говорят и комментарии Меркели. Мы помним еще и то, что говорил господин Форбин, который является лидером британской оппозиции. В общем, шансов, друзья, на то, что голосование, точнее, палата министров поддержит соглашение по Brexit, которое было заключено мы и Европейским Союзом, я бы даже сказал, меньше 5%. Поэтому я держу короткие позиции, даже несмотря на рост. Я допускаю то, что сегодня, может быть, в первый плане завтрашнего дня, котировки могут улететь еще выше. Но я буду предан, опять же, позиции, которые предполагают снижение от курса британцев. Да, я могу на этом потерять, друзья, но это мой риск. Риск – это благородное дело. Я считаю, что фундамент сложился таким образом, что дорога только одна. Это сейчас попробовать поймать пункт на большем ослаблении и могут заработать на этом. По доллару канадцу также я отметил, сейчас котировки 1.3273. Ждем влияния на, собственно, эту валютную пару слабостей доллара. Ждем отработки идеи возобновления роста котировок нефти и поддержки статистики 5. В общем, три таких фактора, которые могут поспособствовать тому, что пара доллар-канадец продолжит стремиться в районе поддержки 1.3. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели, сегодняшнего торгового дня. Не забывайте, что также в 16.30 сегодня я вас жду на вебинаре «Правильный понедельник», где мы еще раз будем разбирать события недели минувшей. Всего доброго. До свидания.